Приветствую вас. Я думаю, что помощь вам мы безусловно окажем. Я думаю, что говорить такие банальные вещи, которые вы написали, мы не будем тоже, потому что ваш вопрос не банальный. Куда более интересно, почему вы считаете свой вопрос банальным? Это куда более интересно. Вот. Смотрите, вопрос заключается в том, в чем вам, собственно, нужна помощь. Потому что я, если честно, не увидел запроса от вас, в чем конкретно вы хотите, чтобы мы вам помогли. Вы пишете, что любите девушку. Хорошо. Если вы ее любите, найдите способ проявить свою любовь. Если вы ее любите, найдите способ проявить свою любовь. Если вы ее любите, найдите способ, знаете, вот даже не показать ей любовь свою, это было бы неправильно, а именно проявить. Вот. Именно проявить, если вы действительно любите. Но тут надо понять, что для вас означает любовь. Тут надо бы понять, как вы понимаете любовь. Тут надо бы понять, что для вас значит любовь. Это, мне кажется, очень важная история. Потому что очень часто люди воспринимают любовь не так, как привыкли. Вот нужно исследовать. Нужно именно исследовать, что вы считаете любовью. То есть изучить, что вы чувствуете, как девушка. Дальше. Если вы чего-то, чего-то, от нее хотите, я имею ввиду от девушки. Если вы чего-то хотите от девушки, то это необходимо также исследовать. Чего вы хотите от девушки? Для себя. Для себя. Что вам нужно от девушки? Для себя. Вот это все вещи, которые нужно исследовать. Исследовать. Понимаете? Дальше. Дальше. Она любит другого. Что это значит для вас? Что конкретно это значит для вас? Поисследовать, поисследовать это нужно. Вы спрашиваете, что делать, как поступать? Что делать, чтобы что? Как поступать, чтобы что? Что вы, сколько вы хотите? Хотите, чтобы она была с вами? Это уже вопрос для чего. Хотите, чтобы она была счастлива? Вопрос, как вы можете сделать, чтобы она была счастлива. Вот и все. Если она любит другого, что для вас значит то, что она любит другого? что это для вас означает. Этот момент нужно исследовать. И всё. Так что вот на эти вещи обратите, пожалуйста, внимание. И обратите внимание на то, что вы, судя по, вот, описанию вашему склонны обесценивать немножко себя и свои чувства, иначе бы не назвали свою ситуацию бананом. Потому что даже, даже, несмотря на то, что такое бывает, у каждого это индивидуально. И индивидуально это в том числе и у вас тоже. Поэтому этот момент, его нужно исследовать в первую очередь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.